Книга 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 Вон он! Вон он! Я посмотрел он там. Я его вижу. Привет. Не понимаю, где они. Мы здесь, ребята. Что там? Интересно, где они? Выходите, выходите, где бы вы ни прятались. Перестаньте. Перестаньте же. Ничего смешного. Ваше дело прятаться, а не пугать меня. Ой, как смешно. Ну и насмешил. Обхохочешься. Ой, я уже так устал. Где он может быть? О, думаю, что я нашел твои длинные уши. Ага. Что? Эй, ничего не понимаю, что здесь происходит. О, спасибо. Я думаю, что стоит еще разок заглянуть под машину. Под машину. Да, сэр, именно там я и посмотрю. Загляну под машину. Я тебя поймал. Мне нравится эта игра. Бинс, Бинс. Бинс, ты нашел что-нибудь? Да. Если считать клубочки пыли. Подними меня повыше. Вот не везет. Здесь никого нет. Ну-ка посмотрим здесь. Что это такое? Бинс, Бинс. Хм, яйца очень трудно найти. Я уже везде посмотрел. Ты со мной говорила? Нет, я просто размышляла, что все это значит. Я не знаю. Какое это имеет отношение к крашеным яйцам, куличам и всему тому с помощью чего-нибудь разное глазу. Эй, что там может быть? Ой, интересно, что там может быть. Ой, ой, ой. Что там делать? Ну-ка, посадили нас тут. О, это мне знакомо. О, помните историю из книги о первом Рождестве? Там говорилось о звезде, которая вела мудрецов. Младенца положили в ясли, потому что в гостинице не было мест. Его спеленали. Другими словами, младенца очень туго закутали. И ему было тепло. О, я помню эту историю, и мне это не нравится, просыпайся. Да, это была интересная история. Но как это все связано с Пасхой? Я не понимаю, это интересно, как это связано с Пасхой, пасхальными яйцами и всем остальным. Да, Питер, я узнаю эти ясли, но что означает все остальное? А вы помните, кто лежал в яслях? О, да, Иисус! Но в ней говорится не только о яслях. А? Не только о яслях? А я думал, что это история о Рождестве. О, нет, Экс, это потрясающая история, благодаря которой мы празднуем нечто большее, чем те праздники Рождества или Пасхи, когда мы красим яйца и печем куличи. Ой, я хочу услышать эту историю, Питер, расскажи, пожалуйста. Питер, расскажи, Питер, очень хочется послушать. С удовольствием расскажу ее вам. О, замрите все. Не двигайтесь. Ой, ой. Замрите. Посмотрим. Мне показалось, что я что-то увидел. Это небезопасно. Давайте лучше опустим шторы, чтобы нас никто не увидел. Да, это хорошая идея. А вот и транспорт. Ты готов? Взлетаем. И пошли. Я на крыле. И я. И еще одна работа в офисе. Вы пригнитесь. Парашютисты. 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 Мы уцелим. Приготовьтесь раскрыть парашюты. Один, два. Пошел. Есть. Чудесно. Контакт есть. Это не просто парашютисты. Это крепкие орешки. Да. Выполнено. Молодец. Выполнили миссию. Молодцы. Молодцы. Сама влетели. Это прекрасно. Это замечательно. Это точно. Спасибо. Это наша работа. Да ну вас, ребята. Ну разве так сложно прыгнуть с такого классного самолета? И для этого нужен особый талант. Наш замечательный такс говорит о таланте. Замолчи ты, кляча. Ой, о-хо-хо-хо-хо. Текс, ты бы лучше разукрасил пасхальное яйцо. Ну, ты погоди у меня еще. Я не знаю. Ой, я так испугался. Станьте оба. Питер, теперь когда нас никто не видит, не мог бы ты рассказать нам больше об этих вырезанных изделиях? О, не кукурс. Да, Питер. Эй, Чип. Рис-пот. У тебя на корабле работает новый проектор. Угу. А ты не мог бы показать нам фильм на этих шторах? Скорито посиди, кокорито. Дюкари. Замечательно. Приготовь все. У меня есть идея. Оки-токи. Давайте все это отодвинем и освободим место, чтобы сесть. А, хорошо. А, все, все это дело. Так, помогайте. Не отлынивайте. Молодец. Так, отодвинем все. Ух ты, классно. Это домашний кинотеатр. Посмотрите на Чипа. Он же чиплый. На Чип на экране. Ой, ой, опаздывай. Очень красиво. Я так люблю киношки. Ой. Извините, простите, у меня в портре. Эй. И что мне кино снимать надо? Эй, Чип. А как насчет других модификаций, над которыми ты работаешь? О, окей. О, скейт. О, ты. О, ху-ху. О, скейт. О, скейт. О, скейт. Давай. О, скейт. 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 Лучше все оно. Ну что, ребята. Мы немного развлеклись, когда искали крашенки и все остальное. Но Пасха – это не только яйца. Эй. Извините, ребята, но это правда. И все это началось здесь. Минуточку. Ясли связаны с Рождеством. При чем здесь Пасха? Да. Да, при чем здесь это? Ну, Галоп, можно сказать, что без ясли у нас бы не было праздника Пасхи. Неужели? Вы все помните, что здесь произошло? Здесь родился Иисус. Верно. Да, конечно, помним. Его спеленали. Верно так. Он родился в яслях, в хлеву, где жил скот, потому что ему не нашлось места в гостинице. Да, и в небе зашлась звезда. И три царя приехали к нему на верблюдах. Верно. Эти три царя были мудрецами. Они принесли младенцу Иисусу дары – золото, ладан и смирну. Они не знали, куда приведет их звезда, но они знали, к кому шли – к царю царей. И они принесли ему раскрашенные яйца. Вот как это связано. Нет. Голубь не перебивай. Да что вы? Я просто предположил. Расслабьтесь. Продолжай, Питер. Как это связано с Пасхой? Понимаешь, этот младенец, который лежал в яслях, вырос. Иисус вырос в семье плотника. Он был добрым мальчиком. Он любил вытесывать разную мебель из дерева. И все думали, что он вырастет искусным плотником. Но мальчик знал, что он должен стать кем-то большим, чем просто плотником. Он знал, что перед ним стоит более высокая цель, как знали это и те цари, которые пришли повидать его, когда он родился. О, и он любил раскрашивать яйца. Вот как это связано. Э-э-э, нет. Почему ты себе мешаешь? Я просто хотел помочь Тине. Нет, и спасибо. Продолжай, Питер. Да, да, да. И вот наступил момент, когда Иисус должен был уйти из родного города. Потому что его отец, Бог, захотел, чтобы Иисус показал людям, как сильно Бог любит их. И вскоре все вокруг стали говорить о чудесах. Чудесах? А что такое чудо? Чудо – это когда происходит что-то такое, во что трудно поверить. Это трудно объяснить. Смотрите сюда. Никогда не забуду день нашей встречи. Было людно. Все пытались привлечь внимание Иисуса. Иисус, Иисус, услышь меня. Исцели мою слепоту, Господи, умоляю. Я слышал, что Ты можешь исцелить больных. Умоляю. Я рядом. Умоляю, Боже, мне не нужны деньги. Не нужна власть. Я только хочу прозреть. Господи! Я все вижу! Я все вижу! Спасибо, Господи! Спасибо! Спасибо! Минуточку! Иисус прикасался к людям, и они исцелялись? Да. Совсем не понимаю, при чем здесь пасхальные яйца? Эй! Ого! Да что? Если человек исцеляет людей, то он делает добро. Однако многие священники разгневались на Иисуса. Но, наверное, они испугались его. Представляю себе, как толпы людей хотели увидеть его и тоже получить у него исцеление. Похоже, у него была огромная власть. Да-а-а! Да-а-а! Конечно! Это верно, Текс. Слышал? Я прав. Еще бы! Направь прожектор левее. Вот так. Молодец! Да-а-а! Да-а-а! Ой, осторожно! Ой! Ты в порядке? Да, в порядке. Это мне нравится. Он едет на коне. Это не конь. Это осел. Хотя это одно и то же. Не подкалывайте. Да тише вы. Дайте дослушать. Да, не мешай. Да, да, не мешай. Продолжай. Но это он начал. Нет, не я. Нет, ты. Нет, не я. Ты? Продолжай, Питер. Не я. Иисуса приветствовали пальмовыми ветками. Так тогда встречали только самых важных гостей. О, я думаю, что это не понравилось тем, кто его не любил. Точно. В тот день они решили каким-то образом убедить своего правителя, что Иисус был плохим человеком. Что? Но Иисус не был плохим. Я не понимаю. Это верно, Тина. Отче, благодарю, что ты услышал меня. Уберите камень. Он называет Бога своим отцом. Это неправда. Священники замышляли отомстить Иисусу. Больше всего они жаждали власти. А поскольку Иисус помогал людям, исцелял их чудесным образом и говорил им, что Отец его Бог, то они очень сердились. Понимаете, когда Иисус успешно помогал людям понять, что Бог любит их, когда Он исцелял их и лично им помогал, то это приводило священников в ярость. Потому что если теперь люди могли молиться Богу и просить Его о чуде, то им не нужно было приходить к ним и просить у них позволения поговорить с Богом. И теперь священники уже не были такими важными. А слава Богу, слава Богу, слава Богу! Что делать? Скоро весь народ последует за этим человеком. Его надо остановить. Что-то мне не нравится это. Да, меня это тоже начинает пугать. Я думал, что это будет счастливая пасхальная история. Такс, у этой последней вечери счастливый конец. О, я понял. Они ели яичницу. Вот как это связано. Что? Нет, нет. Я не понимаю, какое отношение к этой истории имеют крашеные яйца и куличи? Скоро увидишь, Галоп. Ты сказал, это была последняя вечеря? Да, Тина. Последняя вечеря. Что-то мне это не нравится. А почему это была последняя вечеря? Ну, это просто потому, что следующей уже не было. Обычно последняя означает, что больше уже не будет. Ты права, Тина. Это была последняя вечеря Иисуса и его друзей, вместе с которыми он служил людям. Эти друзья назывались его учениками. И это была такая замечательная вечеря. А почему это была их последняя вечеря? После вечеря, когда Иисус ночью молился в саду, один из его учеников предал его. И священники арестовали его. А что он плохого сделал? Ничего. Помните, они не любили его. Но это не причина арестовывать. Этого было достаточно, чтобы не только арестовать, но даже предать его смерти. Смерти? Смерти. Что? Я не понимаю. Что, крашеные яйца не имеют никакого отношения к этой истории? Нет. А ты уверен, что в этой истории счастливый конец? Абсолютно. Хотя Иисус не совершил никакого преступления, его признали виновным. Его избили и распяли на кресте, таком вот, как этот. Его руки и ноги прибили гвоздями к дереву, а бок пронзили копьем. А потом произошло вот что. Он убил. Отче! В твои руки отдаю дух мой. Он же не заслужил этого. Нет, Тина, не заслужил. Ну, взгляни сюда. Что это? Именно поэтому мы и празднуем Пасху. Иисус был убит и погребен, но через три дня Он воскрес из мертвых. Воскрес? Ну, это невозможно. Вот это да. Вот это истинно. Как это воскрес из мертвых? Что? Да это же невозможно. Нет, Текс, это чудо. Точно, Галоп. Это чудо. Я не понимаю, почему Иисус умер такой смертью, после того, что сделал Бог для его рождения. Ведь это тоже было чудом. Просто загадка. Понимаешь, Иисус хотел показать людям, что Бог живой, что чудеса действительно бывают. Он хотел дать каждому человеку шанс познать Бога Отца. Иисус пообещал, что для всякого, кто поверит, что Он есть Сын Божий, который умер за нас на кресте и потом воскрес из мертвых, Бог тоже станет Отцом, и поверив в это, человек обретет вечную жизнь. Именно поэтому мы и празднуем Пасху. А с помощью всего остального мы празднуем приход весны, возрождение жизни после зимы. Когда-то верующие в Иисуса праздновали приход весны, чтобы радоваться воскресенью Спасителя. Это было в те времена, когда им запрещали открыто выражать свою веру. Ну, Галоп. Смелее. Я понял, какое отношение имеют к этому крашеные яйца. Молодец. Мы празднуем и слава Богу вас даем. Мы празднуем Пасху и радостно поем. Песня льется до небес, гробница пустая, Иисус воскрес. Он жив, Христос воскрес. Слава Богу восстает, мы празднуем Пасху и радостно поем. Песня льется до небес, гробница пустая, Иисус воскрес. Он жив, Христос воскрес. Слава Богу восстает, мы празднуем Пасху и радостно поем. Песня льется до небес, гробница пустая, Иисус воскрес. Он жив, Христос воскрес. Слава Богу восстает, мы празднуем Пасху и радостно поем. Песня льется до небес, гробница пустая, Иисус воскрес. Он жив, Христос воскрес. Иисус христос воскрес. Слава Богу восстает, Мы празднуем Пасху И радостно поем Весь пьется до небес Кромница пустая Иисус воскрес Он и Христос Воскрес Иисус Христос Воскрес Христос 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 Да Мне точно нужны новые очки Христос Пасханные яйца Ну, голова! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»